Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию «Жизнь как антиутопия. История и творчество Джорджа Уруэлла». История жизни Эрика Артура Блэра, настоящее имя Уруэлла и его творческий путь – это само по себе антиутопия. Автор девяти полноценных книг и бесчисленного множества эссе, очерков и рассказов, он получил признание и широкую известность уже в последние годы своей жизни, да и то лишь за два произведения. К 120-летию со дня рождения писателя рассказываем, как он стал известным автором жанра и о том, какое литературное и интеллектуальное наследие он оставил миру. Эрик Артур Блэр родился 25 июня 1903 года в Матихари, Индия. Его отец Ричард Блэр работал в департаменте Британской колониальной администрации Индии, а мать Ида Блэр выросла в Бирме, где ее семья вела бизнес, судостроительство и торговлю тиком. Начальное образование Артур получил в школе Святого Киприана, где учился с 8 до 13 лет. В 1917 году получил именную стипендию и до 1921 года посещал Итонский колледж, где его учителем французского языка был Олдос Хаксли, будущий автор известного романа-антиутопии «Удивный новый мир». С 1922 по 1927 год служил в колониальной полиции в Бирме, затем долгое время провел в Великобритании и Европе, живя случайными заработками. Тогда же начал писать художественную прозу и публицистику. Уже в Париж он приехал с твердым намерением стать писателем. Ведомый им там образ жизни характеризуется как бунт сродни Толстовскому. В 1933 году была опубликована повесть «Фунт Элиха» в Париже и Лондоне, основанная на реальных событиях и жизни автора. В первой части описывается жизнь бедняка в Париже, где он перебивался случайными заработками, главным образом работая мощиком посуды в ресторанах. Во второй части описывается бездомная жизнь в Лондоне и его окрестностях. Не желая стеснять своих родителей, для которых подобные увлечения сына были шоком, Эрик Блэр выбрал для издания псевдоним. С этого дня и навсегда войдя в литературу под именем Джордж О'Ройл. На полке книжных магазинов книга попала в 1933-м, и к большому удивлению О'Ройл понравилась критика. Читатели настороженно восприняли произведения ранее неизвестного Джорджа О'Ройл и не торопились скупать книгу, которая и так вышла ограниченным тиражом. В том же 1933-м, в одном из своих стихов, 30-летний О'Ройл напишет «Я в этом времени чужой и, как всегда, окажется прав». В 1936-м писатель уехал в Испанию, участвовал в гражданской войне на стороне республиканцев, где получил тяжелое ранение в горло. После выздоровления Джордж вернулся в Англию, стал членом независимой рабочей партии, радовавшей за социализм. Именно в тот период О'Ройл начал резко критиковать сталинский тоталитарный режим. Спустя некоторое время писатель отнес в издательство еще одно свое произведение – роман «Дни в Бирме». Эта книга – отображение определенного периода биографии О'Ройла, а если конкретно, то тех пяти лет, когда он был служащим полицейского подразделения Бирма. О'Ройл рассказывает о том, как считающие себя держателями положения британские колонисты сами оказываются заложниками положения. В ней есть и снобизм англичан, и ненависть местного населения к белым, и взаимная агрессия, и много другой социальной сетиры. А кроме того, там есть безмерное одиночество главного героя Флори, в которого О'Ройл вложил свои собственные страхи и непонимания, для чего цивилизованным культурным европейцам необходимо железом и кровью удерживать контроль над чужой страной. Позже эта тема нашла отражение в рассказах писателя «Как я стрелял в слона» и «Казнь через повешение». 11 марта 1935 вышла третья его книга «Дочь священника», единственная, где главной героиней является женщина. Дороти Хэр – дочка деревенского пастора, милая, добродушная и очень набожная девушка. Однако, пережив приступ амнезии, она вынуждена скитаться по стороне с группой бродяг и нищих, отчего ее внутренний мир полностью меняется. По счастливой случайности она возвращается в отчий дом, однако ни вера в Бога, ни человеколюбие в ее сердце почти не осталось. В этом романе Оруэлл провел мысленный эксперимент, насколько наше мышление зависит от обстоятельств, в которых мы живем. И выводы он делает самые пессимистичные. С середины 30-х Оруэлл активно публиковался в газетах и журналах. Окончив Итан и будучи прирожденным букинистом, он отлично разбирался в литературе и скоро стал влиятельным критиком. Однако также его интересовала и политика. Во время гражданской войны в Испании Оруэлл воевал на стороне республиканцев. Об этих событиях он написал в 1936 году документальную повесть памяти Каталонии и очерк «Вспоминая войну в Испании». В 1938 году из напечатанного полуторатысячного тиража удалось продать меньше половины. Этот провал вместе с непрекращающимися нападками в левой прессе и серьезными проблемами со здоровьем привели к резкому ухудшению состояния Оруэлла. И летом 1938 года он попадает в больницу с подозрением на туберкулез в обоих легких. В борьбе с болезнью он и проводит почти все время до начала большой войны. С начала войны вышли самые известные его эссе «Моя страна, правая она или левая?» «Литература и тоталитаризм», «Мысли в пути» и так далее. В 1941 году он написал большое эссе «Лев и единорог. Социализм и английский гений», в котором размышлял о том, что несмотря на сложности всех предыдущих попыток построить социализм, у Англии, в которой сильны старые демократические традиции, возможно, получилось бы примирить централизованную экономику, справедливое распределение благ и индивидуальную свободу. Еще одним кирпичиком будущего главного романа в жизни Оруэлла становится работа на BBC. Зная антиколумниальную и антиимпериалистическую позицию писателя, его приглашают готовить эфир передач ущающих на индийские колонии. В жизни у Оруэлла было два главных интереса – литература и политика. И вот после ухода из BBC он загорелся идеей написать художественное произведение на политическую тему. Так родилась изданная в 1945 году сатирическая повесть-притча «Скотный двор». В повести изображены эволюции общества животных, изгнавших из скотного двора его предыдущего владельца – жестокого мистера Джонса. От безграничной свободы к диктатуре свиньи по кличке Наполеон. В повести Оруэлл показал перерождение революционных принципов и программ, то есть постепенный переход от идей всеобщего равенства и построения утопий к диктатуре и тоталитаризму. По нению Бартова «Скотный двор» – притча, аллегория на революцию 1917 года и последующие события в России. Первое английское издание насчитывало 4,5 тысячи экземпляров и разлетелось буквально за неделю. Тогда напечатали второй тираж, вдвое больше, и он тоже распродался моментально. В Америке влиятельный литературный клуб назвал «Скотный двор» книгой месяца, и за 1946 год произведение опубликовали суммарным тиражом в 600 тысяч экземпляров, больше, чем все предыдущие книги Оруэлла вместе взятые. В 1947 году Оруэлл перебрался на остров, где после трехмесячного перерыва, вызванного новым приступом болезни, продолжил журналистскую работу. Прошедший после выхода «Скотного двора» год оказался самым плодотворным в его жизни. Оруэлл написал 130 статей и рецензий, то есть по 2-3 статьи в неделю. Помимо журналов, он регулярно писал в 4 газеты. Из статей и эссе этого периода особо стоит отметить писатели и Левиафан о том, как опасно для творческих людей подстраивать свои произведения под какие-то идеологические рамки, а также заметки о национализме, в которых он описывал, как идеологические догмы изменяют восприятие и сознание людей. Однако, несмотря на всю свою занятость, главной его работой в эти годы стало написание нового последнего романа. Глядя на детали биографии Оруэлла, невольно в голову приходит мысль, что вся его жизнь была подготовкой к написанию этой книги. Все события, переживания, размышления за все предыдущие годы нашли свое отражение в 1984-м даже в мелочах. Детство, служба в Бирме, продяжничество, война в Испании, работа на BBC, литературные и интеллектуальные интересы, круг знакомств. Роман «Антиутопия» 1984-й – самое главное и последнее произведение писателя. Он стал идейным продолжением «Скотного двора», в котором Оруэлл изобразил возможное будущее мировое общество как тоталитарный и иерархический строй, основанный на изощренном физическом и духовном порабощении, пронизанный всеобщим страхом, ненавистью и доносительством. Роман «1984-й» наряду с такими произведениями, как «Мы» Евгения Замятина, «Удивный новый мир» Олдоса Хаксли и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери считается одним из образцов «Антиутопии». Кроме того, роман, став классическим литературным образцом политической и антиутопической билетаристики, послужил мощным толчком к популяризации эпитета «Орловский», а также капельтивации таких понятий из романа, как «Большой брат», «Двоемыслие», «Полиция мыслей», «Мысли преступления», «Новояз» и «2 плюс 2 равно 5». Главным действующим лицом повествования является Министерство правды, которое благодаря двум минуткам ненависти и введенному новоязу умудряется запрограммировать общество. На этом фоне еще более хрупкой кажется любовь двух главных персонажей романа парня по имени Уинстон и девушки Джулии, так и не сумевшей преодолеть режим. 1984 вышла в свет 8 июня 1949 года. 26 тысяч экземпляров в Англии и 460 тысяч в США только за первый год. Это был полный успех. И главным для писателя здесь были даже не деньги, к которым за короткий срок своей славы он так и не успел привыкнуть, а то, что его предостережение увидит как можно больше людей. В последних своих эссе Орвелл вывел и опубликовал два условия, которые должны соблюдаться, чтобы воспрепятствовать толжеству тоталитаризма во всем мире. Во-первых, это технический прогресс, без которого не может обходиться уже ни одно государство, и для поддержания которого нужны люди с хорошим образованием. Во-вторых, это существование на планете сильных государств с либеральной политической традицией, которые одним фактом своего существования будут вынуждать тоталитарные и авторитарные страны оглядываться на эту традицию. Биография писателя состоит не только из повести и романов. Он писал многочисленные статьи и очерки на социально-критические и культурологические темы. В Великобритании выпустили полное собрание сочинений Джорджа Орвелла, состоящие из 20 томов. Произведения известного британского писателя вышли на 60 языках. В 2018 году ЮНЕСКО включило в реестр документального наследия «Память мира» личный архив Джорджа Орвелла. Архив включает дневники, журналистские и писательские заметки Орвелла, в том числе вошедшую в 1984 фразу «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». В ЮНЕСКО выбор объяснили так. Произведения Орвелла оказали огромное влияние на развитие человеческой мысли по всему миру. И это влияние актуально и по сей день. Ни один серьезный обзор текущих событий даже сегодня, в первой четверти 21 века, не обходится без упоминания Орвелла и его идей. Джордж Орвелл считается одним из 50 величайших британских писателей с 1945 года и одним из самых значительных литераторов, оказавших неоспоримое влияние на мировую массовую культуру. Это человек, придумавший термины «холодная война» и «правоверность». Когда сообщили о смерти Орвелла, его друг, дипломат и литератор, сэр Ричард Рис сказал, что умер один из самых властных мифов 20 века.